вот мы в детском лагере православном поселке потеряевка сегодня у нас 15 сентября завтра у нас престольный праздник вот наши братья идут никита сзади володя видишь как я и ходил а солдатики они с огорода собираются мороз тяпнул 3 градуса морозов что поморозил сейчас мы посмотрим чего не возит еще увезете то покажите уберите сверху чтобы я увидел боитесь что украдут у вас что ли это что помидоры небольшие но свои это уже съели небольшие но тут больше 20 взяли сколько примерно ведер то зеленый красных помидоров вот эти вот надо выбрать которые мягкие сразу перебрать не считал даже не могу сказать это снимать это оболщает к собирали мы то вы смотрите сначала арбузы снимите иначе их опрокинет давайте я буду здесь поддержу чтобы они скатились туда вот так тяжесть туда перенести хорошо несите и сразу оба суда подойдите я тут небольшой репортаж дам вот они солдатики мы это в летном училище высшее авиационное или училище барнаула положить далеко не возите зачем подвал подвал то зачем сначала перебрать которые с полностью спелая на обед не надо я сказал целая то у которой вот такие суда заносите они будут доспевать быстро для этого мы их отдельно отделили от зеленых нет у нас там коробки с красными полному потом уберешь озерен держи с ними рукавис еще чего додумался закобарился пуражка тут никита поверни к свою пора вот сегодня у меня какие были размышления я езжу на велосипеде и у меня с собой метр я хотел его сюда привести тут бегал вмешался у меня уже все уже сделано я его оставил показать что такое метр это просто что-то в руках палочка такая как дощечка у меня и по ней по сантиметру все размеренная потом как-нибудь покажу метр ровно метр вчера у нас бульдозерист закончил работу вот этот пруд называется костровый там костер видно вон где строение какие отсюда подойди поближе костровый а раньше он назывался симаковский симаковский значит кто-то симаковы были здесь это единоличная жизнь когда была ну как могли закончили нагрудили теперь надо навесение спуск сделать не подъехать не нельзя там подвести щебенку песка нету на тачке не повезешь но нету сваривать надо там где арматуру невозможно никак решили делать деревянные просмотрели доски как это отработкой керосином поэтому сегодня туда поедут купить досок 40 тысяч чтобы это доски привести пятерка это может быть будет около 6 кубометров пятерка хорошая доска я говорю выберите они гнилые дают из сгорел там стоящий вес именно стоящие смолевые и мы будем там работать но надо знать когда будет если арматура поперек дамба идет дамба понятно воду держит это дамба как нос я не раз показывал но утром пошли после завтрака я говорю никита пойдемка потому что там глина трактор то все размочалил я на глину наступая она вот такой вот подошвы я не могу отряхнуть ее а мне надо к людям заходить в дом к батюшке я вчера раз десять ноги только оторву это опять такая работа а сегодня ему там работать которые большие камлы где камлы я это комки земли откатились ты их поближе подтяни и приклей внизу к этой дамбе то чтобы иначе вода их унесет а она дальше будет задерживать но сначала мне нужно замерить ширину замерил когда у я возьми да спроси говорю в метр ты знаешь что такое метр он рядом стоит ну да а где хранится эталон ведь не каждый учитель ответит он сразу отвечает без запинки в париже он про париж все знает но не знает что ему напарил сатана в душе он совершенно не знает где метром пользуется или вешать пшеницу на этот метр то или до неба мерить не знает я говорю вот попробуй тогда замерить ну и вот допустим вот этого доска а там я взял отмерил на траве дай попробуем что ты пойдешь мерить издалека не как я ему дал метр ну опять же надо показать то не на чем я говорю вот этот метр дал метр в мире как он вот так мерит а метр вот такой ширины он его на ребро ставит здесь ширина три пальца вот а три пальца он перекидывает дальше добавляется еще три пальца так и не ну какая же эта мерка то то есть мозгов нету я могу собаку этому научить как лев толстой сказал а стихах али афанасия афанасийся фета это может написать любая лошадь если она может писать такие стихи писал ни о чем что видел видел природа листик упал желтый и прочую его никто никогда не тронет ни советская власть никакая вот это точно так же я говорю не так делается вот положил ровно вот заняли вот так ровно тут видно что ровно здесь поставь ноготь пальцем чтобы ноготь твой ноготь правой руке указательный палец запомни указательным он ровно был на уровне его и держи так теперь ты его передвигаешь вот к этому ногтю прислоняешь ни одного миллиметра не теряешь теперь это держи прижми чтобы она не сдвинулась снова рядом ноготь ставишь палец сколько будет два правильно два метра два считать умеет опять перекидывай опять прислонил ну и дальше ну я там на долине замерил вот этот и цветок растет какой ну не знает это тысячелистник от поноса поноса когда человек что-то и съел не так расстроился или от страха когда чресла расслабели это как было в алтасара когда увидел пишущую руку ну ладно тогда мерить надо от меня метров 30 вот половина расстояния как до нашего шалаша я говорю мне надо поперек знать арматуру горячая катана периодического профиля называется я строитель профессиональный надо замерить значит сколько там и дальше мы как на фартука я уже сам добавлю замерить иметь там где начинается новая насыпь насыпана глина вот он ее держит и я туда не захожу через 30 метров я ему команды давай от самого начала чего начало ну дамбу же меряем нам надо делать того на поворачивание вдоль дамбы да зачем же мне вдоль то дамбы то но тут два варианта вдоль и поперек ему кто-то под руку сразу развернул хотя разговаривали все мгновенно ну и не туда надо сюда вот так положил ну дамба то дальше выдвинуть он поднял воздух и показывать на другой берег по вдоль озера с того конца даже не ошалеть надо ну лезь в воду и плыви туда и на том берегу приставь потом по воде вот так иди пальцем я ж тебе сейчас таком сейчас показала одна минута только не как вылазь оттуда с дамбы иди ко мне начинаем мерить начинаем снова разговаривать давай тебе нужно вот дамба смотри вот лежат новая новая глина вчера я только притащил бульдозер и от него надо мерить мы такой будем ширины дело что вода стекала по готовому желобу иначе она размоет все понял понял но идет туда а на пути как он ложил и там комки то падали упадали и комок лежит куда-то не от комка до комок вот такого размера вот через него ты не перелезешь так не мерить вот сюда шаги шагает два-три шага то по рядом подойдем рядом только мимо этой камны бесполезно не могу сделать никак бился-бился что это такое но же любому понятно что то не дурдом это юродивый так не делает я знаю что это такое это не знает только священники один из них это дудин сергий отец стонской епархии знаете не духоносный а он духоносный всякие клеветы собирает все сектантством попахивает где-то тяжко больное священство повторяем он приехал сюда с украины борисполь правильно говорит борисполь я неправильно сказал почему ты не поехал в другие страны куда-то другие области почему ты к нам-то просился и просился я с тобой разговаривать не хотел даже не звони кем работы шелка где придется иди на шахту работает 26 лет я правильно сказал шахту да я тебя посылал там он около священника там крутится что-то где-то я его глаза не вижу что он вот такой будет я не не знал просят потеряем зачем ты просился объясни работа идет над людьми работа идет над людьми духоносный дудин будешь ты там эту дурную дудку патриаршевую заморили вас там всех от страха ты щелистик пей поп духоносный и он этот под духоносный додин томской парке его в интернете он мои ролики то смотрит на своих то ни одного показать не может зовет его к себе у нас недобор томской парке на священников то я говорю не о никите тут все ясно тут посажен может легион был нераскаянный грех перед крещением я показал грех связанный с тем то и с тем то я не духоносный я просто исследую слово духоносный еще надо применить куда он его зовет туда и он будет авторитетный почему ну по виду благостный отпусти длинные волосы на христа похожий жениться он не будет его сразу потянут в монашество а а ему жениться охота ну заменишь рукоблудием или с другим попом спать будешь семинаристами и непонятно о чем так прочитаю в газетах весь интернет напомним я не конкретно говорю но я знаю это эти заменители заменитель от похоти один женись лучше жениться нежели разжигаться таланта на это нет талант не всем да есть которые оскопили себя есть которые родились других оскопили я не могу замерить никак ну иди в сторону от этого камлы это наконец оттуда начинает мерить а я стою я уже мог бы зайти пропади мои сапоги глина очищу через час он мерит там мерит видно там на глину ноготь стоит сколько четыре ну как оно может быть 4 когда нож 4 метра 30 сантиметров нож бульдозера то ну не может быть иди обратно и он начинает снова мерить 5 на 4 95 как бы глянул уточнил то 45 ну неужели тебя не учили я перед тобой стою меришь я говорю правильно неправильно абсолютно абсолютно я тебя не осуждаю я знаю это не ты это другой там через себя делает другой если сказал поперек палка у него сразу разворачивается он не хочет этого помолись дудин если умеешь молиться ты тебя еще учить молиться надо это только маленькая счастье дальше отправляю большие камлыги которые падают вот такие как комки глина то но не кувыркаются и дальше идут а дамба то растет я говорю ты сейчас все собирает которые с подтягиваю сюда и вниз приклеивай не всередку она не всередки не приклеится она оторвется но именно вот такая наклонная вот сюда вот вот сюда ты так сделал это делаешь уже торично первый раз ты делал на лагерном пруду который называется камагориха и у тебя получается нужно сказать камень который откатила и опыт пронести там ну два метра может больше там нужно больше пяти метров на арне было не было и подтянуть его и приклеить начало просто весной его смотрится уже у нас двиге есть духоносный поп ты же ему не можешь дать никакой работы единственно что дармоет это катила разжечь чтобы еще что-то сделать больше то ничего поп-то дать не может куда на его зовет прошу забери его от меня забери с одним условием чтобы ты над ним трудился ты на своей душой дня не трудился в томск этой епархии ваши бурмистров это все жандармерия вы в глаза не видели православия вы понятия не имеете он насчитался еще аудорофея считал вот тут-то вас и без совсем попутал то аудорофея труженика понимать надо он спал не больше часа и он говорит только встречу говорит там пришли погонщики ослов только прилег глаза закрыл стучат дверь приехали на верблюдах там и он только успевает принимать а тут уже за утренней молиться надо так написано да там послушание когда послушание он нес послушание ты слышал там был такой молодой офицер досипе тоже одеты пришел офицер знатного рода его там приняли и он послушание абсолютное вел он не лопал за столом как некоторые дольше всех а кости после больных рыбьи кости обладывал так написано хлебом уменьшали порцию там он кости эти кости которые оставались дальше но он был любознательный а попутно все скажу и он обращается к настоятелю а вот это как писание написано три меры муки взяла женщина положила да зачем тебе это ты у кого в послушании это у дарофея да ты там научишься то духоносный муж проходит время он читает евангелие опять и опять считает и в 30 40 а почему в сто крат и разве равное она а почему где-то в сто крат пришел и что ему отвечает кто будет приходить к тебе спрашивает его колоти я тебе пошлю горит настоятель а кто его послал туда и вот а кто послал досипе этого молодого офицера то благородица явилась ему и сказала что хочешь спасти душу иди в монастырь нет а кто его послал к этому это не хотел ему кто разъяснять то не хотел дарофея или вот оно что есть духоносные это мужи то они работники были они валаам землей засыпали с материка возили это труженики но евангелие они ничего не знали одно послушание ави дороже поста и молитвы чисто сатанинский лозунг пост и молитва главное оружие против сатаны сатана его выбил сатана его боится главное послушание да где-то можно сказать так нет другого имени кроме иисуса христа которым надлежало бы нам спасись нет не нет а богородицы главный или никола чудотворец мы же понимаем это подмена страшная смертельная подмена после молитвы ничем не заменяются дороже поста и молитвы слышал такое это дьявол придумал и на нем все монастыри простояли тысячелетия сказали бы послушание ави опытному намного дороже чем не опытные когда придет из мира и по своей воле тут объяснимо а то дороже поста и молитвы а если бы сказали что тут еще и мудрость просить не надо и а вы говорит от сидят два выгод у меня горит один это не в нем говорю такое послушник говорит а у тебя такого нет нет такого какой подошел его а ну иди сюда по тот подбежал слушай ну назовем его виталий ты видишь вот этот камень они сидят у учителя а вы духоносная ну камень то небольшой так примерно 250 300 тонн тонн кати его сюда ну любой же понимает что его не прекратить он пошел упирается давит этот камень скребет ногами он видит потеет а второй это глаза про он дурак совсем нет это послушание а ну иди сюда виталий подошел ты их же видишь камень это а зачем думать тава сказал а вы сказал нельзя думать это все в житиях написано и этого посылает духоносный муж к настоятелю а заранее предупредил он идет за ним и сейчас он узнает что означает мера муки что означает дальше там этот молодой это офицер он любознательный княжеского рода а он его предупредил придет ему взгрей как следует ну приготовь что-нибудь хорошее такое он его и огрел раз до друга какое-то евангелие да кто это ну какие слова говорят кто это жил по евангелию дороже поста и молитву он пришел умильно стоит вот такой же вот вид у него ну как сходил сходил ну и что он тебе ну ничего как бы не осудить того а что евангелие уже забыто вопросы нерешенные у него жизнь одна кончается над ним измывается садисты мазохисты самые настоящие а тебя он не ударил немножко ударил а где он тебя ударил а тот переусердствовал ну вот сюда а потом а потом по спине смотрит не осудил его настоятеля правду сказать нельзя это осуждение он его спрашивает и осуждения вот слова осуждения на нем стали играть сказать они правде нельзя это ты осуждаешь ты злой ты осуждаешь то есть все перевернули кверх ногами дух святой не обличает пророческого глаза нету одно лицемерие сплошное лицемерие завтра у нас будет богослужение у нас престольный праздник 16 приезжает митрополит сергий иванников и владислав епископ славгородский алтайский край конечно со священником секретарями прошлый раз когда были я подходил к кресту а епископ тогда наш епископ был и говорит игнатий скажите проповедь то есть он приехал не лапшу хлебать значит он что-то слышал о недухоносном слушай поп томске дудин сергей я говорю владыка я говорю только только когда я далеко от дома в билиси в лиссабоне где-то там называемого города в вашингтоне я говорил в нью-йорке сакраменто других государствах где-то только там говорю а тут стараюсь чтобы молодежь я говорил 4 проповеди каждую неделю как отрезал у меня сохранилось но не больше 1300 проповедей сказаны в аудио и видео что получается проповеди нет ничего нет обличения нету сгнила страна это старое брящество тухлое болото движение никакого нет ни одна живая мысль не рождаются а нужно нужно искать пророческого глаза искать вымолить а на какую тему будете говорить а заранее говорю на тему бытие первая глава и сказал господь сотворим человека по образу нашему большой буквы лишь дальше что буду подобию нашему и дальше что прочитаешь отдельно я этот стих беру заезженный но говорить буду все что златоуз говорил что говорил василий великий григорий низкий другие отцы за пределами это знает я скажу то что сегодня уже есть сегодняшнее состояние этого стиха слова божие живо и действенно я на молитве выпросил они приедут я не хочу выдумывать еще конкретно говорю называя фамилии даты завтра они будут здесь если господь сподобит я скажу слова на эту тему я на молитве выпросил эту тему мы с тобой сегодня пошли я отвлекусь от этого вторая работа там ты делаешь надо сегодня градусов 3 морозу застыло остатки помидоров собирать вот эти арбузы володя говорит ты там работаешь на другой дамбе звать обойдемся пускай она работает когда подошли я посмотрел 80 корней привязанная не один год у нас только не было помидора ну 80 корней понимаете раз как они раскидистые и все я говорю зови никиту я тебя позвал правильно говорю правильно и ты пришел и стали работать я говорю работой голыми руками я голыми руками работаю брать володя почему-то в перчатках и послушался правильно говорю мы стали выбирать я замечаю как ты помидор вот помидор вот он я его даже могу взять в руку и вот так вот перекладываешь а потом кладешь я говорю правильно то а ты ушел далек оттуда кидают так и ведро гремит сразу во-первых я сказал красные ты клади между рядами не взяли между лункой потом отдельно соберем а зеленые клади сюда я посчитал я кладу 8 помидоров вон один ну разница все-таки большая 8 и 1 вы сейчас пока ходили первый раз сколько я набрал 4 ну да это сколько бы тебе хватило сидеть-то с ними а тут ничего нету я не могу я рукавичку под коленку подложил к земле там хребет не гнется где-то я тебе сказал ты зеленая зеленая как будто лон клади здесь и сразу собирать это мы ведро с тобой кладем ты помидоры положил это не убрал и сверху как закрыты эти пока зачем я тебе красный закрыт и наоборот вокруг оборвись чтобы их видно было издаля говорил 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 ну слава богу если не говорил то володя у меня свидетель мы собираем во первых ложить надо аккуратно ведро не бросать не бросать буду бросать ну что тебе дудина это будет учиться в даты у него может помидоров никаких нету он этого не знает даже я уж не знаю где он помидоры берет куда ложить это все чтобы распределить это которые начинают только зреть к нам занести суда эти мы увезем в город я все тебе разъясняю 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 а у меня работы вот так вот сейчас только доски привести доски которые привести это 40 тысяч отдал сегодня 40 бульдозер еще окончил работать больше ста десяти тысяч отдал понятно и вечером еще ему дал трактористу этому бульдозер больше он засмеялся там 500 что ли рублей это то что вроде премиальное мне когда вы достойны сошин алексей александрович что мог то сделал толкал делал опасное место было все прошло я все попутно как бы включаю вот смотри где нужно сделать я рассказываю ты обязательно в другую сторону выращиваешь почему я останавливаюсь скажи почему ты так сделал молчание ну зачем ты кидаешь ведро ведро кинула стук вот так и гремит ведро гремит и значит здесь удар и она тоже начинает гнить буквально следующий раз она уже у это все овощи не бьются где-то зачем ну я трясусь над тобой бог то любит нас именно так и делает он врачу из нас постоянно подсказывает писаниями через духоносных настоящих мужей они в глаза не видали духоносных мужей считайте златоуста считайте блаженного фопилакта считайте которые были люди которые трогали сердца людей обращали считайте пророков апостолов вот там мы сегодня в двух местах только с тобой новые места каждый день работа у нас меняется и что мы видим вот тележку ты как правило поднимаешь там все скатится я вот так вот как завернуть палатки эти чтобы не пала я тут же подхожу показана виде борта потом завернешь так было для чего это все делать для чего я тебя долблю и долблю с какой целью исправить исправить я вижу надежда есть ты вчера просто ошеломил меня пришел и говорит а там овечки отара повалили забор и вышли ну забор там рабица сетка то и выше а тут рядом пшеница а он собаку вел и что ну я ты привязала или как в то время сначала собака вместе отогнали их взбили в кучу а потом привязала и без собаки уже абсолютно все правильно сделка да никита тебе что-то в жизни касается он идет безразличное как этот священник мимо израненной зарусалима верихон ничего не видит а тут он увидел овечки пошли и он их загнал и это чего-то стоит одно это чего-то стоит уже оправданы мои месяца долбления здесь оправданы я тебя учу правильно молиться открывать свои желания перед богом вспомнить не об утробе только но есть еще небо когда идешь где чтобы не опаздывал на богослужение и как кланяться у вас церкви такой порядок был нет но вот он говорит украина киев матерь всем городам то но не было у нас все четко ясно где но главное это жизнь во христе это покой дарованный богом подражать образу божию быть похожим на подобие которым он создал и найти они же ничего этого папы не знают большинстве своем не знают если господь благословит повторяя эту тему раскрою у вас глаза раскроется я еретик я там сектант все до православия тогда кто эти митрополиты которые сюда едут и едут эти епископы которые едут и едут когда в америке самой ездили митрополит и епископ и специально за рулем епископ сидит чтобы я выступил перед баптистами никто не увидел бы что я там баптист никто не ушел сектант откуда вы это видите откуда вас жало это лютые волки не щадящие стадо но вы ничего со мной сделать не можете почему потому что внутри меня как разлитый огонь я усилился молчать но я обязан сказать он вылез я бы не хотел отвечать и вот таких набирает в папы ты поедешь к нему нет пожалуй у тебя сомнение какое-то точно не поеду теперь точно ты ему должен ответить а почему ты к нему не поедешь во первых очень все неопределенно как я там жить буду как мои условия питания будут как я буду работать а тебя всем от них обеспечены тебе рубашки дали рубашку дали рубашку не рубашки я тебя привел и говорю выбирай три рубашки какие надо так было да у тебя что и вчера я пришел даже нижнее белье спрашиваю есть есть рукавицы есть есть то есть полное обеспечение об еде ты заботился здесь нет нет ты работал где я сказал мысленно как бы отделяешься я тебе заплатил до заплатил и в конце на зиму еще должен озаботиться озаботиться уже тебе сегодня говорил кем работать и где на стройке может подсобником приглядывается смотреть и получить специально строителя это необходимо человеку иметь специальность может быть ты куда-то хотел учиться смотри институты открытые вот ну должен работать и учиться сам себя обеспечить на меня надежды никакой какой я никакой вот только сегодняшний день который так многое нам открыл многое мы там перезваниваемся с досками это деньги то дай деньги я должен высчитывать сэкономить и дальше сделать это дело и этот рядом где бы ни работали я стараюсь его ближе к себе притянуть потому что эти они не глядят они не понимают или что замечание были не было около меня у него замечание помидоры собираешь уже по-другому конце по-другому теперь ты которые там был мерить начал по-другому знаешь что не только в париже метр у нас есть и как мерить ты так мерил когда-нибудь ни разу ни разу вот да я вам говорил тут коровы которые были тут все изломали то почему я понял исследованием наконец-то дошел до того что тут вчера серёжа промывал требуху внутренняя быка и поэтому они так ревели страшной коровы бились в истерике буквально почему протест против смерти вот мы как раз тут и стоим по леницу всю раскидали думали что в них селился демон это как сумасшедшие сделались а они не сумасшедшие они протрубили нам а люди когда видят кто-то умер но посмотрели умер и пошли дальше скотина так не реагирует она реагирует протестует в районе умирала бы корова это ты человек человек бы был здесь или затоптали его это надо все увидеть и раскрыть тебе дудин ничего этого показать не может ни ничего из того что я говорю него нет ничего единственное что говорится брехливый язык пусть не сочтет за грубость трепется бесполезно человек уже там 93 года старец его начинают схему постригать он не может ни во двор никуда уже идти зачем вы играете этим мытарство шрастры андреева проходите другой пост там где-то занять это гитлер об этом заботился когда умереть где-то видно человек полуживой на него нет схема свое время надо было на химии работать а то схемы бы не было сколько он перепортил людей рядом стоит человек берет интервью говорит режим батюшка крестил меня вот ладошкой по голове тоже не крещение обман а все так делаю он ничего не может сказать и заступаются доставьте старика в покое ненавистники человек в ад уже спустился в ад выйдет ли он оттуда вся жизнь то прошла на одном обмане а тут ордена медали железки воевал где-то да богу то нужны наши эти железки тогда первый в районе то брежнев будет у него не было только от африканского говорят кенгуру золотого кольца в носу награды все награды были четыре же герои так нас интересует одно знаем ли мы богом живем ли по подобию его творяя этот образ совершенного человека который желает нас видеть дух святой перерождая отвергая старого похоронить ветхого человека они этого попы совершенно как будто не слышали не проповеди а рождение свыше вообще нет он не знает он мертвый и поэтому он заметил я в контакте работают попы то сразу трем четырем там нажмите он знает как он разбирается в этом нажать там автоматика сработали меня закрыли а что полторы тысячи меня посетители и они спрашивают что случилось почему закрыто а он сидит и все на нашей фабричке незабастовочки завтра я не работаю в контакте работают модераторы на следующий даже ничего не ставили за ту неделю он опять надо еще два дня дают работать теперь они безобразничают мародерствуют на чужом и живут спокойненько все снимают человек умер последние расходы похоронить его надо как полагается как раз церковь сегодня предлагает как не полагается как полагается это остальным сказать вынесите отсюда и вот это не человек был это жил зверь звериное сердце данное ему как она в уходоносере говорится это скотомогильник они церковь превратили им есть о чем подумать я им говорю это я трублю об этом и сейчас во многих местах купели строят купели а я уже полвека об этом стучу пишу говорю подбираю материалы ты принял нынче крещение принял принял почему ты его не принял на украине негде было то негде томская епархия какая бывший председатель председатель миссионерского отдела степаненко максим нынче приезжал принимал крещение почему он там его не принял крещение он жил он разговаривал все в интернете выставлено но на эти вопросы то отвечайте вы теперь только максима можете клевать долбить его отлучать и допускать до причастия как других местах как андрусенко с этого димитров димитровградка ртульяновской области но дальше не идут зажали его попы вот то другое там на диман году хорошо вы меня отлучаете но только вызывайте к архиерею все это будет заснято я все это пошлю к игнатию поп попятился и больше не слышит как будто не видно то есть они боятся видеосъемки почему мы не боимся все снимаем я вот выставлю все как рассчитывался с бульдозеристом каждый день какой у нас порядок как мы расстаемся с ним это новый человек курящий курящий но он курил так что никто я даже работал целыми днями с ним был фонарями приезжали я редко увижу это курнет и потому что это его территория за пределами деревни внутри своей машины и он остерегался чтобы не нарушить где-то поучитесь так тут это вот только сегодня маленькая я показываю помолитесь за никиту помолитесь за меня мы не знаем что делать с этими правильно как сливы сделать потому что страшный поток весной идет буквально стеной валит какой сток какой ширины какой глубины ну господь умудряет потому что очень многие о нас молятся ты вот если он на тебя выйдет еще раз вопросы которые ты задал какая работа будет как я буду питаться где буду жить все остальное и все это к тому подводить чтобы тебя попом сделать да за один этот грех что его попом поставите все епархии ваши не рассчитать сколько их людей он погубит в этом состоянии вы доведите его до нужной кондиции научите жить он не живет он просто проходит где как бомж поел встал отряхнулся ни за чего не отвечает мимо идет чьего-то одеяния взял одел вчера я говорю тебе давал или нет а почему ты не спросил то а ну ничего как еще я начальник лагеря это моё я ищу кто его оставил у меня дети были родители я стараюсь найти хозяина нет потом постирает его и на выходить на хорошее а работать вот наши солдатские шинели теплые тебе нравится вот только мы эти звезды стивили сатанинские масонские знаки напильники и все к слову сказать вот как человек может совершенствовать все и мне нравится я скажу о себе ну ты спиливал звезды или нет любой поп он понятия не бьет он трясется от этого и какие слова ты говорит а это я делал при советской власти и не боялся где ребенку даже специально только пропил такой в дощечке он закладывается на пильник и он его спиливает успели сколько-то минут двадцать ну 20 минут для ребенка спилить ее не как-то я им теперь показываю детей учу а чтобы не тут приезжают люди не видели на храм лестница и на храме устроил целые станки и они там пилили теперь я начинаю сам я спиливаю за полторы минуты я спиливаю но это много я стал смотреть в чем дело как наклонять на пильник как вот поэтому меня сгладить где-то и у меня стало уходить 54 секунды чтобы спирить вот эту звезду и не одну потому что 100 шинелей 100 кителей но к примеру говорю вот он стоит тоже володя поверни на себя хоть чуть-чуть вот так вот так шинелку все разгружаемся во славу боже давай если еще тебе затребуется к додину я тебя от я отправлю туда пусть он сам родится слышно поп клеветит так куда володя арбузы не знаю даже ну что давайте наверно пока здесь полежать на вещевом это давай там где-то сложи где-то на полку а потом еще на полку